Естай Калиев, анестезиолог Краевой клинической больницы. Молодой специалист, один из семи сотен медиков, который подписал коллективное обращение к губернатору края против сокращения льготных отпусков. И один из тех, кто не подписал ДОП-соклашение к трудовому договору, по которому отдых за работу во вредных условиях с нового года может сократиться сразу в три раза. С 21 дня до 7. Для меня возмутительно снижение социальных гарантий льгот для медработников в Алтайском крае. Я не вижу смысла, если меня уволят в ККБ, оставаться в этом регионе. И такие настроения сегодня царят во многих медучреждениях региона. Поводом для возмущения послужило письмо, которое региональный Минздрав разослал еще в августе этого года. Суть его сводится к следующему. Расходы на компенсацию за работу во вредных условиях в размере сверх минимальных, то есть больше семи дней, признаются нецелевым расходованием средств ОМС. Не совсем справедливо. С одной стороны, государство говорит, что надо увеличивать количество врачей, как-то пытается это сделать, а с другой стороны, свои медиа, наоборот, отталкивает людей от этого. У меня два человека уволились, уволились из отделения, перешли работать в коммерческие структуры, тоже медицинские. Получают примерно столько же, если не больше, но гораздо проще им это обходится. В своем письме ведомство ссылается на постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа. В декабре прошлого года территориальный фонд обязательного медстрахования выиграл суд в споре с Калманской ЦРБ. Было установлено, отпуск, превышающий 7 дней, не может быть оплачен из фонда оплаты труда по линии ТФОМС. После коллективного обращения алтайских медиков к губернатору ситуацию прокомментировал министр здравоохранения края. По словам Дмитрия Попова, судебное решение действует только в отношении Калманской ЦРБ и на другие больницы не распространяется. Это хитросплетение нашего трудового законодательства, которое длится с 1974 года, когда еще решением ВЦСПС было принято эти отдельные, скажем так, условия труда, которые требуют дополнительного отпуска. Ну и в зависимости от этих условий были установлены эти самые добавки. В последующем законодательство трудовое менялось, и поменялись и требования, но вот эта вот старая нормативная база и современные условия, они взошли в некий конфликт. Конфликт разгорается и в медицинском сообществе. Если новые условия оплаты касаются только Калманской ЦРБ, зачем тогда письмо разослали по всем подведомственным Минздравоорганизациям, недоумевают врачи. Профсоюз работников здравоохранения активно поддерживает медиков в отстаивании их социальных гарантий и подчеркивает, проблема с оплатой до подпусков назревает давно. В 2019 году уже фонд обязательного медицинского страхования заявляет, да, мы готовы оплачивать, но только минимум, потому что денежек особо нет, и 7 дней мы, конечно, оплатим, а все, что сверху 7 дней, ну то, что установлено трудовым кодексом, пожалуйста, из платных услуг. Наши медицинские организации не имеют такого количества денег за платные услуги, чтобы полмиллиарда в год отдать за дополнительные отпуска. Профсоюз выдвинул требования Минздраву прописать в региональном отраслевом соглашении четкие нормы о том, каким специалистам и за какую работу нельзя сокращать до подпуска. Мы же не в изолированном обществе живем, то есть у нас есть коллеги, друзья, соратники и по другим регионам, и там совсем не так, то есть там этого вопроса не стоит. Тогда вопрос, мы в одной стране живем или мы в разных странах живем. Алтайские врачи говорят, что работают не меньше, чем их коллеги из других регионов. К примеру, все без исключения анестезиологи кардиоцентра трудятся минимум на полторы ставки. По психологической нагрузке их приравнивают к профессии летчиков-испытателей. Ну иногда бывает, получается, полусутки человек работает и на следующий день остается. Тоже в день. То есть еще плюс 8 часов. 24 часа он отработал, плюс еще 8 на следующий день. 32 часа. Ну получается, да. Сокращение отпуска приведет к быстрому профессиональному выгоранию, говорят врачи. А еще для многих может стать последней каплей в решении покинуть родной край, в котором уже сегодня тотально не хватает медиков. Конечно, это будет крайняя мера, этого, конечно, не хотелось. Здесь уже все обжито, здесь родители, здесь профессия, здесь должность, здесь знакомство и все остальное. Но вынуждает мне, вынуждает ситуацию. Елена Макаренко, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.